Всем привет дорогие друзья! Приветствую вас на канале Перечница. Итак, в предыдущих видео мы с вами чистили, ели папайю, а также сушили семечки. Я обещала вам в следующем видео рассказать о том же, как их едят и зачем. Хотя семена папайи обладают пряным и горким вкусом, исследования показывают, что они обладают лечебными свойствами. Попробуйте добавить семена в свои любимые блюда, например, в смузи, салатные заправки или маринады. При желании семена можно высушить, как мы сделали в предыдущем видео, в порошок и после этого использовать в качестве, точнее даже заместа молотого черного. К вкусу семян папайи можно привыкнуть. Если с первого раза они вам не понравились, можно попробовать еще раз. Семена папайи можно есть в сыром виде, но вкус будет горьким, потому же семена могут вызвать расстройство желудка. Прежде чем съесть большое количество семян, попробуйте одну-две семечки, чтобы проверить реакцию своего организма. Если вы беременны, важно выбирать только спелые папайи. В неспелых плодах папайи содержится в веществе, из-за которого могут начаться схватки. Поэтому будьте осторожны, а лучше не пробуйте в очень интересном положении. Друзья, у меня в копилочке есть рецепты использования папайи и в качестве маринадов, и в качестве соусов. Но я не уверена, будет ли вам это интересно, поскольку папайя является не совсем типичным фруктом для нашей местности. Если вы хотите услышать эти рецепты, напишите, пожалуйста, в комментарии, и я сниму отдельные ролики по отдельным рецептам. Также напишите, пробовали ли вы папайю, как она вам, пробовали ли вы семена папайи, и хотите, возможно, попробовать. Друзья, внимательно прочитаю все ваши комментарии. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч в следующих видео. Па-пам!